Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» рассмотрим сегодня очень важный вопрос. Вопрос, который наверняка интересует многих. И предлагаю всем вам, дорогие друзья, кто слушает и будет слушать нашу беседу, вместе со мной задумываться над этим достаточно глубоким, многогранным и очень-очень непростым вопросом. Каким вопросом? А наказывает ли Бог детей за грехи родителей? И почему наказывает? В чем виновны дети, если грешили родители? Справедливо ли детей наказывать за грехи родителей? Конечно, это очень глубокий вопрос, и едва ли в рамках даже одной беседы можно всесторонне его рассмотреть. Вообще, это даже вопрос таинственный. Можно лишь по возможности так смиренно, благоговельно приблизиться чуть-чуть к осмыслению этой тайны, этого феномена, с которым мы сталкиваемся в течение нашей жизни. Как мудро говорил один из выдающихся подвижников XX века, архимандрит Иоанн Крестьянкин, он часто говорил своим духовным чадам, «Чадо жизни учит сама жизнь». И вот сама жизнь неопровержимо показывает, что Бог наказывает и вразумляет детей за грехи родителей. Что нам говорит Священное Писание, дорогие друзья? В первую очередь, на достаточно известные, кто этим вопросом когда-либо интересовался, то места Священного Писания Ветхого Завета, где как раз говорится об этом, вам наверняка известны. Зачитаю вам из книги «Исход», 20 глава, где Господь, давая заповедь пророку Моисею, говорит такие слова. «Не делай себе кумира и никакого изображения, ни того, что на небе вверху, и что на небе внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Здесь ясно, недвусмысленно Господь произносит, что Бог твой, Бог ревнитель, который наказывает за вину отцов, наказывает детей за вину отцов. То есть отец виноват, но за его вину Бог наказывает детей до третьего и четвертого рода и подчеркнуто «ненавидящих меня». То есть тут смысл, что если дети продолжают нечестие своих отцов, если они, как бы условно говоря, по той же колее идут, то тогда Бог наказывает и детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Еще одно очень важное место для понимания, что говорит нам Слово Божие. Откроем книгу пророка Иеремии, 32 глава, 18-19 стихи. Пророк говорит «О Господи Божий, Ты сотворил небо и землю, великую силу и Твоею, и простертую мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного», говорит пророк Иеремия, «Для Тебя нет ничего невозможного. Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Божий великий и сильный, которому имя Господь Саваоф». «Великий в Совете и сильный в делях, которого очи отверсты на все пути человеческие, чтобы воздавать каждому по путям Его и по плодам дел Его». Вот обращаю ваше внимание, дорогие друзья, любой из вас, кто желает, может открыть Священное Писание, найти это место, еще раз внимательно почитать. Здесь пророк Иеремия говорит, что «ты, Господи, являешь милость тысячам» и как бы эти слова напрямую перекликаются с зачитанным ранее свидетельством из книги «Исход», что Бог ревнитель, который дает милость в тысячу родов. «И за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них». Какой смысл? В недру. То есть не какое-то даже внешнее наказание, не какое-то, скажем так, юридическое наказание сына или дочери за грехи отца, а Господь воздает в недра детям за грехи отцов. Давайте над этим задумаемся, потому что немножко далее я постараюсь вам процитировать высказывание святых отцов Церкви, и вы поймете, как это перекликается со словами Священного Писания. Что значит «Господь воздает в недра», как бы внутри, внутри детей, наказание за грехи отцов. В каком смысле? Внутри. И что очень немаловажно, еще раз повторю эту мысль, дорогие мои, что «Великий в Совете и сильный в деле, которого очень отверстны на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его, каждому по его путям, и по плодам дел его, потому что наши пути, наши, так сказать, дорожки, наши устремления, наши те или иные шаги, наши любые действия приносят свои плоды. И то есть поступая так или иначе, рано или поздно ты получишь, ты вкусишь от плодов твоих дел, твоих слов, твоих поступков. Если ты идешь по пути исполнения заповедей Божьей, стараешься Слово Божие изучать, жить, жить по заповедям, молиться Богу, творить дела милосердия, любви и так далее. То есть ты живешь нравственно, то и плоды твоей жизни будут видны и в тебе, и в детях твоих плоды твоей жизни. И, соответственно, если человек удаляется от Бога, живет нечестиво, свою жизнь разрушает, живет без покаяния, то плоды своей жизни человек получит. И, соответственно, и в недра детей его пойдут плоды его. И не случайно святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит такие слова. Это, конечно, немножко не касательно детей говорится, а о плодах наших дел, где святой апостол Павел говорит, «труждающемуся делателю первому надлежит вкусить от плода, разумей ежеглаголю». То есть, я сейчас по-церковно-славянски вам привел, «когда ты трудишься, то ты первый вкусишь от плода своих трудов, разумей ежеглаголю», — говорит апостол Павел. То есть размышляй, подумай. Твоя жизнь, если она жизнь богоугодная по заповедям, то ты первый же внутри и вкусишь плодов богоугодной жизни, и, соответственно, жизнь греховная. Ты первый, идя по пути греха, внутри себя почувствуешь плоды твоей греховной жизни. Как говорят святые отцы церкви о том, наказывает ли Бог детей за грехи родителей, и почему, и за что, какова цель? Зачитаю вам из творений святителя Николая Сербского, Велимировича, выдающегося богослова XX столетия. К слову говоря, святитель Иоанн Златоуст очень много касается в своих пламенных проповедях этой темы. Святитель Кирилл Александрийский в своем толковании на Евангелие от Матфея этой темы касался. Но я вам хочу зачитать, дорогие мои друзья, свидетельство святых, которые ближе к нам по времени. Вот как пишет святитель Николай Велимирович. «Сказано о Всевышнем, что Он наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Почему дети страдают за грехи родителей? А как быть иначе? Как Господь Бог устрашил бы людей, чтобы они не грешили, если бы наказание за их грехи не переносил бы на детей? Наш народ, пишет святитель Николай, о сербском народе, но это касается любого народа. Наш народ на собственном опыте убедился, что дети страдают за грехи родителей. Потому так часто слышно предостережение тому, кто задумал лжесвидетельство или другое неправедное дело. Остановись, ведь у тебя дети. Эта библейская истина, впрочем, находит отражение и в обычном законодательстве. В том смысле, что из-за преступления родителя и дети теряют имущество. Кроме того, теряет такой человек, такой сын или дочь, и в смысле морали, теряет репутацию зачастую не только сыновья, но и внуки и правнуки. Однако не нужно отчаиваться из-за всего этого. Все это не слепая судьба. Всемилостивый Господь может пресечь наказание на детях, если будет показано истинное покаяние и молитва к Нему. То есть, если дети каются, исправляются, стараются вернуться на пути Божии, на исполнение Его заповеди, то, естественно, наказание не распространяется. Наказание – это не какой-то рок, как фатум или какое-то предопределение. Если ты родился в семье грешников, то ты обязательно будешь страдать. То есть, если есть покаяние и исправление, то будет и прощение. И далее святитель пишет, «Мать святого Фанурия была непорядочной женщиной, однако сына наказание за грехи матери не постигло. Его не только не постигло наказание, но он стал святым. Фанурий, понимая, что мать грешна, непрестанно молился Богу о ней. Господь простит умерших грешников, тогда их грех не ляжет тяжким бременем на плечи потомков. В этом и есть смысл молитвы за умерших, чтобы Господь простил им грехи, чтобы, следовательно, наказание не пало на их потомков». Конечно, дорогие мои друзья, даже просто наблюдение над жизнью неопровержимо свидетельствует, что порочная жизнь родителей напрямую отражается на потомках. Само собой разумеется, что в семье, где оба родителя, отец и мать, являются, прошу прощения, хроническими алкоголиками и с этой страстью не борются, несложно догадаться, что ребенок, родившийся в этой семье, будет иметь предрасположенность к страсти пьянства. Кроме того, что он будет физически, может быть, даже недоразвитым, умственно отсталым и так далее, это как бы физическая сторона, но он будет иметь предрасположенность к страсти, а это уже наказание. Ребенок, родившийся в семье людей, где отец или мать, порабощены страсти чревоугодия или страсти блуда. И как и говорят в свое оправдание многие современные люди, вот я такой человек, у меня такой темперамент, я по-другому не могу, но человек, который привык вести развратную жизнь, распущенную, никаких берегов не чувствует и даже считает, что это нормой, дети, родившиеся в такой семье, тоже будут иметь предрасположенность к плотской страсти. Что значит предрасположенность, дорогие друзья? Это не значит, что вина, вот как бы автоматически вина отца переходит на ребенка, и Господь в таком юридическом смысле будет наказывать сына или дочь за грехи отца, а предрасположенность. Это значит, что ребенок, родившийся в семье, где родители порабощены, например, пьянству, чревоугодию, блудной похоти и так далее, если этот ребенок пожелает жить по заповедям, уже в сознательном возрасте, постарается жить в покаянии, ему предстоит более тяжелая нравственная брань. Больших усилий воли надо будет ему приложить для того, чтобы бороться с теми страстями, предрасположенность к которым, я подчеркиваю, дорогие друзья, обращаю ваше внимание, предрасположенность к которым он получил от своих родителей. Это не значит, что он обязательно будет таким же блудником, таким же чревоугодником, таким же пьяницей, наркоманом и так далее. Это не то, что фатум, да, вот тут все, тебе предопределено, ты будешь блудником, будешь пьяницей и так далее. Но борьба нравственная будет тяжелее у такого ребенка. Он может, как вот только что я вам процитировал, святителя Николая Сербского, в такой семье и святым может быть ребенок, вырасти взрослый человек, но больших нравственных усилий придется ему приложить. В качестве примера, дорогие друзья, зачитаю вам свидетельство из жития преподобного Амфилохия Почаевского. Вот одно из изданий его жизнеописания. Один из великих святых 20-го столетия, исповедник, если кто из вас, например, не знаком с его житием, очень рекомендую. Преподобный Амфилохий Почаевский, святой 20-го столетия, исповедник веры, который за свою любовь к Богу, за верность, за молитву, за подвижническую жизнь сподобился от Господа дара прозорливости и дара исцеления. Его святые мощи почивают в Почаевской лавре и почитаются наравне с святыми мощами преподобного Иова Почаевска, очень почитаемый святой. Вот свидетельство, как к нему однажды пришла молодая семья, обратились за помощью вернуть зрение второму слепому от рождения сыну. Второй ребенок родился слепым от рождения. Отец Иосиф до схемы преподобного Филохия, его монашеское имя Иосиф, отец Иосиф на просьбу матери ответил, что это за ее грех. Та начала оправдываться, что за собой сильно больших грехов не замечает. Но батюшка сам напомнил ей о том, что она, мама этого слепого ребенка, будучи ребенком, лазила по деревьям, на которых были птичьи гнезда, брала птенцов и выкалывала им иглой глаза. А вон это дитэш плакалы, сказал преподобный Амфилохий. Что интересно, дорогие друзья, несколько разных вариантов жизнеописания преподобного Амфилохия я прочитал самых разных изданий, начиная от самых ранних и более поздних, и пространных, и более кратких. И вот это свидетельство есть во всех его жизнеописаниях. Даже в одном из жизнеописаний, которое было составлено со слов очевидцев вот этого вот этого вот этого события, преподобный Амфилохий, когда эта женщина пришла со слезами, он повернулся сначала к иконам, а потом поворачивается к ней после молитвы и плачет. Она с ребенком, который слепой, она плачет, и батюшка поворачивается и плачет. И вот произнес ей вот эти слова. Он сказал, он у тебя останется слепым и объяснил за что, что ты, будучи ребенком, доставала птенчиков из гнезд и выкалывала им глаза, и за это он у тебя останется слепым. То есть, смотрите, святой человек, обладавший от Бога даром исцеления, по его молитвам и одержимой злыми духами, и страждущие разными тяжелыми заболеваниями, исцелялись, а вот в этом случае святой человек не может изменить промысел Божий о этой семье. Он не может исцелить. И что преподобный Филохий сам повернулся со слезами, то есть, это был не укор, не осуждение, а со слезами, с болью, говорит, что он у тебя останется слепым и объяснил за что. За поступок, который эта женщина совершала будущим младенцем. Дорогие мои друзья, мы, конечно, сейчас не дерзаем эту женщину осуждать, да, мы не знаем не то, что у нее были какие-то прям садистские наклонности, но это повод очень серьезно задуматься над чем. Обращаю ваше внимание, если поступок матери необдуманный, жестокий поступок по отношению к птенщикам, то есть, к бессловесным созданиям Божиим, и Богу было угодно вразумить таким образом мать, что у нее родился слепой ребенок. Это о чем говорит? Что значит, наши поступки, наши грехи отражаются на наших потомках? И если вот вы вспомните слова Священного Писания, где Господь говорит своим апостолам и своим ученикам, что у вас волосы на голове все сочтены, не две ли малые птицы продаются за два осария, но вы лучше, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Небесного. Вы лучше многих малых птиц, если Богу угодно, за издевательство над малыми птицами, такое вразумление женщине, которая так поступала, что ее ребенок родился слепым, то давайте задумаемся, а за безнравственное, жестокое отношение к человеку, неужели ты не будешь наказан? И неужели твои дети не понесут наказание, если ты поступишь жестоко по отношению к человеку? Это повод задуматься и очень серьезно задуматься. А, например, за очень распространенный грех, даю себе отчет, слова мои, конечно же, могут не всем понравиться, но это горькая правда, а за сознательное убийство, причем неоднократное, нерожденных детей в утробе, следующие дети, если они будут, не понесут ли они тоже наказание? И тут на что хочется ваше внимание особенно обратить, слово «наказание» это не месть Творца, это не значит, что Господь по жестокости хочет отомстить кому-то. Бог благ и только благое творит. Бог есть любовь, Он благ, Он творит только благое. Если Господь по благости Своей, по любви сочтет нужным вот таким образом послать наказание, а наказание это, читай, вразумление, собственно, это слова-синонимы. Наказание это вразумление. Если Богу угодно «вразумить», наказать, то есть вразумить, Таким образом, дети из-за грехи родителей, то это тем самым вразумление и самим родителям. Вспомните, дорогие друзья, из Евангелия от Луки, вот это событие, когда к Господу подошла женщина Хананеенко, то есть из пределов Тирских, Сидонских, где жили язычники, и со слезами громко попала к ногам. Он говорит, Господи, помилуй меня, Господи, сыне Давида, чьи моя злеобеснуется. То есть моя дочь жестоко страдает от злого духа, и мать говорит, Господи, помилуй меня. Она не говорит, Господи, помилуй ее, а говорит, Господи, сыне Давиду, помилуй меня, потому что для матери страдание дочери – это ее страдание. Наказание дочери, что она держит, это наказание для самой матери. Поэтому наказание в разумлении для детей – это наказание и в разумлении для самих родителей. И Господь, ну вот это событие евангельское, вы знаете, что сначала сказал своим, дал возможность своим ученикам походатайствовать, проявить тоже свою любовь, свою заботу, как они, Господи, апостол Петр говорит, Господи, отпусти ее, ученики говорят, отпусти, потому что она кричит за нами. И Господь произносит слова, тоже очень важные в таким педагогическом смысле, что «я пришел только к погибшим сынам до дома Израилева». И самой этой женщине говорит, что не достоит взять хлеб у детей и бросить псам. Подразумевается под псами люди, которые не знают истинного Бога, находящегося в неведении. И за ее веру, за ее молитвенное слово Господи, ибо и псы едят от крупиц, падающих от тропезы Господь своих. Господь говорит, о жену, веля вера твоя будет тебе, якоже хочешь. Но я вот этот эпизод вам для чего привел, дорогие друзья, вашему вниманию. Здесь важная мысль, что страдание детей, наказание детям – это в то же время наказание, в разумении, для самих родителей. И если Богу угодно, как вот случай, который я только что вам зачитал из жития преподобного Афилокия Почаевского, если Богу угодно за грехи родителей таким образом послать в разумение детям, значит, это действительно необходимо. Значит, уже других возможностей, других путей не было, потому что Бог благ, и только благое творит. Не по злобе, не месть оскорбленного божества, а именно в разумении. Зачитаю вам из мудрых слов преподобного Паисия Святогорца, что он говорит на эту же тему. Из четвертого тома, который называется «Семейная жизнь». Если у кого из вас есть эта книга, вы тоже можете это место легко найти. «Об ответственности родителей за воспитание детей». Вот что пишет преподобный Паисий. «Дети, как бы в кавычках, снимают копию со своих родителей уже с колыбели. Они, видя то, что делают взрослые, снимают копию и записывают на свою чистую кассету». Ну, так вот образно преподобный Паисий говорит. «Поэтому родители должны усердно постараться отсечь свои страсти. То, что некоторые из этих страстей они, они, то есть родители, унаследовали от своих собственных родителей, значения не имеет. Они не только дадут ответ Богу за то, что не подъяли подвиг, чтобы отсечь свои страсти, но также понесут ответственность за то, что передают эти страсти своим детям». Обратите внимание, дорогие мои друзья, потому что предвижу вопросы, не раз подобные слышал такого возражения. «Как я могу передать свои страсти своим детям?» Страсти – это же не то, что там взял, там из кармана передал кому-то. «Если ты не борешься со страстями, то предрасположенность к твоим страстям перейдет к твоим детям». Вот пример, который немножко ранее был уже приведен. Страсть, допустим, чревоугодие, пьянство, страсть блуда. Ну, вы можете возразить, но это грубые плотские страсти. А душевные страсти как можно передать? Элементарный пример даже из современной жизни. Если родители живут и у каждого, и у отца, и у матери, ну, как правило, один или двой ребенок в такой семье, и родители у каждого свой бюджет. Допустим, у супруги сломалась машина, и отец в присутствии детей открыто и, так сказать, с раздражением говорит, твоя машина, сама ее и чини. Почему я должен чинить твою машину? Или почему я должен оплачивать твой отпуск? Или почему ты сама зарабатываешь, сама найди себе средства? И то же самое жена отвечает мужу, то есть мать отвечает отцу в присутствии детей. Дети, которые растут в такой атмосфере, в атмосфере сребролюбия, жадности, косности, такого эгоизма и гордыни. Как вы думаете, дорогие друзья? Несложно догадаться. Вот как говорит преподобный Паисий, снимают дети копию со своих родителей и записывают на свою кассету, ну, как серокопия, видя модель поведения своих родителей. Каким вырастет ребенок в этой семье? Несложно догадаться, что в такой семье, где жадность, сребролюбие, это мое, это твое, я тебе помогать не буду, сама решай и так далее. Ребенок в такой семье вырастает. Предрасположен к страсти сребролюбия и жадности. И также любую другую страсть. И все абсолютно страсти. Поэтому мы таким образом своим детям предрасположенность к страстям даем. И тем самым, тем самым, мы в недра их, вот как сказал пророк Иеремия, в недра их уже закладывается наказание за эти поступки. Вот что далее пишет преподобный Паисий. «За родительские ошибки расплачиваются дети. Некоторые родители разрушают своих детей. Но Бог не несправедлив. Он питает великую и особенную любовь к тем детям, которые в мире всем претерпели несправедливость от родителей или от кого-то еще. Если причиной того, что ребенок идет по кривой дорожке, становятся его родители, то Бог не оставляет такого ребенка, потому что тот имеет право на божественную помощь. Бог устроит все так, чтобы ему помочь». И далее преподобный Паисий вот здесь вот в этой главе четвертого тома описывает, сколько было случаев в его жизни, когда ребенок, он уже в взрослом возрасте, там сын или дочь, сами обращались к вере и таким образом впоследствии помогали прийти к вере и своим родителям. В заключение, дорогие мои друзья, подводя некоторый итог, сказанному выше, отвечая на вот этот очень сложный, очень глубокий и очень актуальный вопрос, наказывает ли Бог детей за грехи родителей. Надо понимать правильно. Бог есть благо, только благое творит. Бог не мстит своему творению. Бог хочет каждому человеку спастись и прийти к познанию истины. И слово «наказание» надо понимать как «вразумление». Поэтому на вопрос, вразумляет ли Бог детей за грехи родителей, да, вразумляет. Потому что, вразумляя детей, таким образом Бог вразумляет в отдельных случаях и самих родителей по его великому богатому промыслу. И поэтому нам, строго говоря, в первую очередь нам, верующим людям, дорогие друзья, обращаюсь в первую очередь, конечно, к верующим, православным христианам, к людям семейным, живущим в социуме, живущим, как говорят, в миру. Нам надо больше не о том переживать и заботиться, и задаваться вопросами, почему Бог наказывает, за что и так далее. Не это должно вас интересовать. Если вы человек верующий, доверяйте Богу. Доверяйте Богу, что Господь сказал об этом в Священном Писании, что святые отцы Церкви нам разъяснили, буквально по полочкам разложили, как правильно понимать Слово Божие. Должно быть доверие Богу. Бог благо и только благое творит. Доверяйте Богу. Бог сам знает кого, когда и как вразумить. Нам с вами больше думать надо о том, чтобы так жить, так свою жизнь упорядочить, чтобы предрасположенность к страстям, как вот это наследство тяжелое, как вот этот тяжелый груз не передать своим детям. Старайтесь жить по заповедям Божьим. Старайтесь, чтобы в вашей жизни Бог был на первом месте. Читать Священное Писание, молиться Богу. Каждый воскресный день, по возможности, каждый воскресный день надо начинать с Божественной Литургии. Когда вы слышите слова «Благословено Царство», вы должны в воскресный день в Храме Божьем быть. Шесть дней трудитесь, но воскресные дни, подчеркиваю, если позволяет здоровье и возможность, надо начинать с богослужения. Среда и пятница должны быть неукосительно постными днями, творить дело милосердия. И тогда, таким образом, вы добрую, благую наследственность оставите своим детям. И тогда ваши дети будут тоже испытывать и жить под покровом великой милости Божьей. Вот примерно размышления на эту очень непростую тему. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok